В операционном блоке больницы особая атмосфера, стерильная чистота и тишина. Кажется, что даже воздух здесь другой, кристально чистый и звенящий. Все подготовлено к оперативному вмешательству. И пациент, и аппаратура, и лекарственные препараты. Все ждут одного – прихода хирурга. Хирурги – это элита оказания медицинской помощи, и врачи, которых заслуженно ценят и уважают. Ведь стоять у операционного стола, делать на самом деле ювелирную, сложнейшую работу дано далеко не каждому. Сегодня оперирует Михаил Костылев. Он помогает людям и спасает жизни в Новоуральской больнице 20 лет. Хирурги, говоря профессиональным языком, моются перед операцией. Это целая система действий, алгоритм которой нельзя нарушить. Сразу отметим, что плановые операции сейчас в Новоуральской больнице не проводятся. Только экстренные вмешательства. А еще в Новоуральск приезжает хирург-мамолог Дмитрий Мельников, который ведет в городе приемы женщин с онкопатологией молочной железы. И оперирует он их у нас, в нашей больнице. Пока нашей медсанчасти удалось сохранить эту практику. Возможность обследования, диагностики и сразу в случае необходимости операции. Без выезда из Новоуральска, без очередей в областном онкодиспансере и совершенно бесплатно. И вот хирурги у стола. Многие в Новоуральске знают, что Михаил Костылев – сын еще одного замечательного хирурга Виталия Костылева, отдавшего новоуральской медицине более 40 лет. И это вот династия, так редко встречающаяся теперь, но от этого еще более ценная для нас, горожан, когда сын идет по стопам отца, выбирает самую благородную профессию, а отец становится для него наставником и проводником. И для Михаила Костылева, наверное, вопрос выбора профессии не стоял. Кто вашим наставником был? Ну, Виталий Михайлович, мой отец. Я думаю, считаю, основной и главный, ну, не единственный, но основной и главный наставник, помощник, кто там еще, человек, который делился опытом, помогал. 20 лет вы работаете все равно и под руководством, и под взглядом, да? Не сложно работать рядом с отцом? Да, наоборот, мне кажется, легче. Всегда поддержит, всегда подскажет, все равно опыта больше наработано. Видел больше, знает, ну, может быть, ну, естественно, больше. Я считаю, что он больше знает, больше видел, больше делал, поэтому, наоборот, спокойнее. А вместе у стола стояли? Да, конечно. За год он проводит около 200 операций. Бывает и не по одной в день, а по 5-6. Так было до пандемии. Первую свою операцию, вопреки расхожему мнению, не помнит. Серьезно, не помню. Нет, ну, как сказать, потому что это все начинается ведь с маленьких объемов, да? Где-то это работа в перевязочные, какие-то малые там вмешательства, дальше больше. То есть, когда, ну, это было еще, наверное, со студенческой скамьи, когда еще не стал врачом, интерном даже, где-то вот последний, пятый, шестой курс. То есть, начинали оттуда работать. Мы же все равно, там практика была такая, что на производственную практику мы летом уезжали, то есть, и какой-то определенный промежуток времени проводили в медицинских учреждениях. Но я, как правило, здесь. Все равно это было волнительно, скорее всего. Скорее всего. Я сейчас не помню. Значит, значит, все прошло хорошо, если я не помню. Поэтому, если бы какой-то был отрицательный опыт первой операции большой, то, скорее всего, нет. Я бы это запомнил. Работа за операционным столом слажена, отточена до мелочей. Всегда рядом с хирургом, врач-анестезиолог, медицинские сестры. Вся их работа – это система. Система, которая не дает сбоев. Слышна только работа аппарата искусственной вентиляции легких. А ведь до пандемии оперировали иногда сразу на двух столах, в одной операционной. Сейчас такого нет. Все анестезиологи, реаниматологи работают в ковидном госпитале. У нас очередь большая, насколько я знаю, в поликлинике. Ну, как бы, да. Люди, которые нуждаются в оказании плановой хирургической помощи, их очень много. А кто их в областных учреждениях, там также они переведены на особый режим работы. Поэтому, он ведь, этот коронавирус, не только у нас, он в общем-то везде, во всем мире. Ну, я не знаю, платные клиники как работают, но тем не менее. Не у всех есть возможность. Не у всех есть возможность, ни средств, в первую очередь, наверное. У кого-то просто доехать не могут на консультации иногда даже пациенты. Сложности возникают чисто вот переместиться из Новоуральска в Екатеринбург. Что такое профессиональная деформация, Михаил Витальевич не знает. Говорит, что просто есть опыт и нет страха. Спокойно относишься. Может быть, это не деформация, скажем так, наоборот, это опыт. И, скажем так, ориентироваться в каких-то сложных ситуациях. То есть, относимся... Не вырековать, если что, да. Абсолютно. Это 100% нельзя делать. В первую очередь, в глазах пациента этого не должно быть, этой картины. Где-то там, может быть, внутри головы, там может быть и буря, ураган и все остальное. Так? Сложно. Эмоционально абсолютно всегда четко, спокойно. Эмоции не то, что не самому себе мешают, а, может быть, даже пациенту иногда это может пугать. Все же, глядя на их работу, понимаешь, чтобы работать хирургом, должен быть особый склад характера. Должен быть внутренний стержень, твердость и мужество, сдержанность и спокойствие. Может быть, поэтому хирургами чаще становятся мужчины. Дай бог сил таким докторам работать здесь, у нас и дальше. И дай бог пациентам понимания и благодарности за их невероятный труд. Кстати, как нам стало известно, у хирургов есть одно суеверие. Если во время операции на пол падает инструмент, жди сложностей, что-то обязательно пойдет не так. Так вот, пусть инструменты со стола во время операции у вас никогда не падают. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.